приветствую всех на канале необычный сад сегодня будет видео о том какие семена либо сорта овощей мне понравились а которые не понравились начну с того что мне понравилось вот начнем с капусты с капустой я пока что не сильно дружу но некоторые у меня удается вот такая вот капусточка бюрсайская long island прекрасно всходит и прекрасно дает урожай очень весьма такой не интересный вкус кто не пробовал попробуйте посадите очень вкусненькая еще в этом году пробовала вот такую вот капусту кольраби сорт гигантская вот такая вот красотка очень вкусненькая дальше перейдем к томатам начну с первого вот это вот средние томаты томат хурма оранжевый очень вкусный очень сладкий с насыщенным помидорным вкусом он средне поздний считается вот такой вот красавчик дальше идет мой любимый томат король гигантов очень классно это крупноплодные томаты среднеспелые высокорослые весьма ведь метр метр двадцать метр пятьдесят в высоту вырастают но они очень вкусные это мой любимый сорт томатов пока что любимые их у меня еще нету люблю черри черри люблю любые они мне все нравятся по вкусу пока что мне еще не попадались плохие черри и вот такой мне понравился томатик виноградный но они очень маленькие 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 такие супер мини черрики ну я обычно хожу на огород на экскурсию посмотреть что у меня там как и срываю такие маленькие помидорки перекусываю дальше тыква нравится мне тыква но по вкусу мне нравится тыква не вся вот такую сажала в этом году арабацкую у нее очень сильно насыщенный оранжевый цвет и запах неплохой тоже такой тыквенно-сладенький но это не самая любимая моя тыква сейчас вам покажу самую любимую эту думаю может в следующем году хочу попробовать это тыквенный сок у нее сильно насыщенный оранжевый цвет я думаю будет красиво получаться и сок и цукаты можно будет сделать попробуем с вами может вам сниму рецепт и вот моя любимая тыква новинка вот я брала не только эту фирму еще какая-то у меня была не помню но всем они мне очень нравятся вы когда разрезаете эту тыкву она очень вкусно пахнет такой тыквенно-дынным ароматом и когда вы разрезаете на разрезе у нее появляются такие как капельки меда выступает сок и на вкус они сладкие как мед и по консистенции напоминают мед вот самая вкусная тыква я сегодня делаю вафли и оладушки и пироги пику именно из нее она самая вкусная и семечки тока внизу вот этой бутылочки внизу это все здесь она большая такая крупненькая весьма вырастает это все чистая мякоть так что я вы попробуйте я думаю вам очень понравится кто любит тыкву дальше горох горох вот такой горох мне вообще нравится почти весь вот шестенедельный пробовала очень вкусный очень урожайный главное вовремя его посадить чтобы у вас был хороший урожай овощное чудо этот я постоянно сажаю и вот такой вот альфа еще здесь у меня упаковочек нету но мне понравился горох адагумский я вам вставлю картинки как он выглядит не своих фотографий нет у меня фотографии не фотографировала и горох дакота попробовала тоже очень вкусный очень урожайный еще у меня есть горох я покупала на килограммы там написано английский мозговой он очень урожайный он невысокий и очень много лопаточек с горохом у вас будет если вы его купите себе если найдете такой в интернете я искала я такой не нашла не знаю где где его выдавала на на рынке но есть у меня вот мне еще нравится вот такой вот редис французский завтрак с редисом у меня тоже проблемы он либо войдет в стрелку быстро либо не хочет расти либо его блоха съедает но блоха это самое первое она у меня нападает и на рукулу и на редис это надо спасать всеми имеющимися способами дальше огурцы вот мой наш любимый с мужем огурец родничок f1 сажаем его каждый год он у нас идет на засолку на консервацию и просто покушать они совсем без горечи очень вкусный но это старый сорт насколько я знаю но это на самый любимый еще мне понравился из огурцов здесь его нету тоже вам вставлю картинку понравился огурец китайский змей очень такой вкусненький из салатных не понравился буду еще сажать его в этом году его не брала но ничего дальше кабачки вот таких три кабачка мне уже нравится я не так давно занимаюсь огородом всего три сезона прошло сейчас весной будет четвертый сезон как я буду заниматься огородничеством раньше вообще не занималась ничем что касается растений все учусь с нуля мы жили в городе у нас не было ни дачи ни ничего такого где можно было заниматься вот такой вот кабачок грибовской 37 в этом году его пробовала первый раз очень вкусненький очень урожайненький мне понравился эти сорта я уже пробовала несколько лет аспиранты кабачок аэронавт очень вкусные и очень урожайные мне главное что кабачок был урожайный чтобы я не сажала по 20 кустов одного кабачка только чтобы было хват на закрутки на все остальное дальше морковь вот такая у меня морковка разная вот такая у меня разная морковка здесь не все сорта которые мне понравились еще один есть сорт я вам тоже вставлю картинку называется сорт курода шантане f1 первый год ее сажала самая вкусная большая крупная морковь сочная с насыщенно ярко оранжевым цветом очень вкусные эти все на нее тоже похожи вот такая мне еще нравится морковь виталонга тоже очень вкусная тоже крупные ровные морковочки вырастают и в этом году сажала вот такую вот амстердамскую мне понравилось вкусная тоже потому что я не нашла куроду шантане f1 нету ее по ходу ее сняли с производства и я ее заменила на амстердамскую вот такую вот тоже ранняя и тоже вкусная и вот такую в этом году пробовала красный великан про до другой фирмы но морковь мне понравилась тоже ровная вкусная и сладкая и нету вот эти значит знаете много белых морковок каких-то вырастает бесцветных непонятных не люблю такое нету здесь такого у меня продолжим дальше арбузики и дыни вот это мой любимый пока что арбузик крымсон свит я стараюсь все ранние сажать чтобы они успели у меня вызреть вот такой вот средне ранний крымсон свит очень мне нравится очень вкусный первый у меня вырос до 7 килограмм арбуз и он мог еще расти просто мне не хватило терпения я его сорвала раньше но он все равно был вкусный но мог еще полежать с пару неделек и был бы еще больше еще вкуснее дальше в этом году пробовала вот такой вот чарльстон грей тоже нам очень понравился я вам в этом году покажу как вы как я выращиваю арбузы дыни и расскажу как я пробовала выращивать как лучше получается еще вот этот мне понравился сахарный малыш они небольшие очень сладенькие вкусненькие с дыни мне понравилась вот такая колхозница в этом году выращивала вкусная сладкая дыня и еще мне понравилась дыня золотистая тоже очень вкусная я вам вставлю картинку как она выглядит очень вкусная классная дынька мне нравится спаржевая фасоль здесь у меня нет пакетиков я вам вставлю просто картинки итак какая же мне понравилась фасоль спаржевая пантера очень вкусная урожайная понравилась мне саренгетти это такая зеленая спаржевая фасоль тоже очень урожайная и очень вкусная еще мне понравилась спаржевая фасоль парпл типи называется тоже очень вкусная и очень урожайная и еще мне понравилась спаржевая фасоль блаухильде Она идет вьющейся. Три первых сорта, которые я называла, они все кустовые идут. Тоже все очень урожайные. Еще пробовала, сожжала фасоль мавка. Называется у нас сорт. Это такая маленькая беленькая фасолька. Супер маленькие такие фасолинки идут. Очень вкусные и очень урожайные. Она почти вся в стручках увешана просто. Очень классная фасоль. Попробуйте, если у вас есть, где ее купить. И перейдем к зелени. Вот такой вот салат мне понравился. Лоло Россо. Очень вкусный и очень пышные кустики такие у него получаются. Очень вкусненький салат. Вот такой вот одесский кучерялец. Тоже очень пышный, вкусный и урожайный. Это, этот салат один из первых, которые я сажала. Называется Green Coral. Очень вкусный, красивый, пышный такие получаются кустики. Очень вкусный, сочный салатик. И долго не идет в стрелку. Вот это мне тоже нравится. Не начинает сразу цвести. Знаете, как некоторые салаты только посадили. Он буквально там пару, неделька-две и пошел в стрелку. Мне такие не нравятся. Вот, еще мне понравился кориандр-нектар. Я уже собрала свои семена, уже садила свои семена. В этом году вам показывала. Очень урожайный, он очень классный. Я собирала, сейчас вам покажу какую баночку. С трех маленьких рядочков я собирала вот полную вот такую вот баночку. Семян кориандра. Здесь у нас 200 грамм. 200 грамм семян кориандра. Очень много хватает, на год точно хватит вам. С трех маленьких рядочков я собирала такой урожай. Вот этого вот кориандра. Конкретно этого. Дальше. По шпинату. Вот мне понравился такой шпинат Матадор в этом году сажала. Вкусненький, но один мне понравился еще больше. Я его больше не могу найти. Называется сорт Виктория. Очень вкусный, очень урожайный. Крупные такие листы у него. И он прям с щеткой у вас будет сходить. Очень вкусный, классный салатик. Ой, салатик. Шпинатик. Еще забыла. Еще из салатов мне понравился сорт Рекорд. Очень тоже вкусный и урожайный. Я вам вставлю картинку, как он выглядит. Пойдем дальше. Вот, мне нравится вот такая рукола широколистная, чтобы была очень урожайная и очень вкусная. Ну и, конечно, вам придется воевать за нее с плохой. Потому что она ее сожрет в два счета. Еще из зелени мне понравился вот такой вот многолетний лук. Лук батун пьеро. Я вам показывала ее зимой и кто смотрел грядку пряных трав весной, там есть он. Дальше. Вот такие вот мангольды. Зимний мангольд и алый. Очень красиво растут. Очень большие листья. Только я не знаю, что с ними можно делать вкусного. Они у меня так, знаете, для красоты растут. Скорее. Если кто-то что-то с ними делает, какие-то рецептики, напишите мне в комментариях. Я попробую, будет интересно. И вот такой вот щавель широколистный. Это у меня новый аппетит. Он у меня растет. Очень классненький, кисленький такой. Мы обычно сажаем его для зеленого борщика. Я даю его в салаты. Муж любит так просто пойти покушать. Ему нравится этот чай. Большие широкие листья. Вкусный. Ну и конечно же, куда же без моих любимых травок. Всяких пряных. Пряно-романтических. Вот мой уран. Это я сажаю каждый ход. Все. Монарда лимонная. Это однолетники все. Я вам показываю. Змееголовник. Змееголовник очень вкусный. Пахнет, как лимонные леденцы. Конфетки такие есть с лимоном. Точно так же пахнет. Очень вкусная травка. Грибная трава. Пахнет просто настоящей грибной приправой. Очень вкусно пахнет. Я еду в разные блюда. В этом году купила вообще две упаковочки. Потому что у меня одной было мало. Это многолетник из СОП. В этом году выращивала. Очень красивый такой. Кстати, всхожесть хорошая. Тимьян. Вот такой вот. У меня есть еще дикий. Тоже в этом всхожесть хорошая. Посмотрим, как он себя покажет в следующем году. Как перезимует. Орегано. Вот такое вот. Оно совсем маленькое. Совсем невысокое. Сколько здесь написано? 30-50 сантиметров. Ну, вот где-то 30 сантиметров максимум она у меня выросла. Может, на следующий год будет больше. Потому что первый год только взошла. Очень такая красивенькая. И ароматная. Хорошая специя. Это огуречная трава. Это называется, знаете как? Купили один раз и забыли. Потому что она так насеивается. Вы ее найдете всюду в себя в огороде. Я больше ее не покупаю. Сама насеивается. Чабер. Это моя любимая специя. Я ее всегда к мясу, к картошечке всюду даю. В этом году тоже купила две упаковки. Мне одной мало. Вот такой вот базилик мне понравился. Широколистный. Большие красивые листья. И такой насыщенный запах базилика. Вкусный. И урожайный. Этот лимонный. Очень нравится. Такой базиликово-лимонный аромат. Очень вкусно. Кто любит базилик, попробуйте. И вот этот вот красный рубин. Он пахнет базиликом с карамелью. Да. Он такой сладковатый аромат имеет. В этом году его не купила. Но в следующем году обязательно возьму. В этом году, по-моему, не было в наличии. Я не хотела в другой магазин заходить в интернет. Хотела покупать все на своем. Ради одного базилика. Переходить на другой сайт не хотелось. Мне очень нравятся бобы. Называется сорт свисающий зеленый. Здесь его нет у меня. Я упаковочку, походу, выбросила. Но я вам вставлю картинку. Очень классные. Они огромные стручки имеют. И крупные бобы такие. Кто любит бобы, посадите обязательно. Очень классный сорт. В этом году не было в наличии. Я купила другие на пробу. Посмотрим, как они себя поведут. Но в следующем году постараюсь попасть, чтобы они были в наличии. И купить их, показать вам. Очень классные. Пока что лучше их я еще не находила. И еще мне нравится перец белозерка. Да, это самый такой простой, заезженный сорт. Старый. Но он очень классный. Я люблю его печь. Люблю, когда запеченные перцы тоненькие. В сметанке с томатиком. Очень вкусно. С чесночком. Вот именно их люблю. Не люблю, чтобы были сильно мясистые. Такие большие, крупные. В сметане люблю. Больше вот такие вот маленькие, тоненькие. А сейчас перейдем к тем, кто мне не понравился. Начнем с тыквы. Вот такая вот тыква. Rouge Viv Dietin. Называется сорт. Очень красивая, крупная. Такая, знаете, как из сказки о золушке. Но она совсем невкусная. Внутри очень много пустоты. Тыква большая, но невкусная. Она пахнет, как кормовая тыква пахнет. Мне такие не нравятся. Мне нравится, чтобы была какая-то сладость, ароматная такая вот. А эта мне не понравилась. Не буду ее больше сажать, наверное. Разве что для курочек. Для мужа. Для курочек его. Такую отдам. Вот такую вот сажала. Украинский многоплодный. Тоже мне не понравилась. Какая-то реально больше похожа на кормовую тыкву. Мне такие не нравятся. И вот такую садила голосемянную. Не взошла ни одна семечка. Несколько раз пыталась. Так они и не взошли. Хотя сроки у нее хорошие. До 2024 года. Видите? Но она ни одна не взошла. Не знаю. Может в следующем году еще раз попробую. То есть в этом году уже попробую. Ну, может как-то замочить ее. Пробудить семена. Вот там я увидела на канале у Марины Григорьевой. Увидела, как можно пробудить семена. Может попробую. Посмотрим. Вот еще. Такой вот физалис амарила. Мне не понравился. Он невкусный совсем. Не знаю. Мне физалис и так вообще не очень понравился. Вот земляничный надо будет еще раз в этом году. Хочу посадить. Дать ему второй шанс. А, еще мне не понравился физалис. У меня его сейчас нет. Он называется сорт пурпурный. Я вам вставлю картинку. Он вообще невкусный. Овощной. Мне не понравился. Не знаю. Не мое. Хочу в этом году попробовать еще раз посеять физалис земляничный. И посмотреть его в варенье. Хочу сварить в варенье. Как он будет там проявлять свой вкус. Вот так вот. Тут правильно. Дальше. Мне понравилось мне вот такие вот капусты. Вот такая вот красивая капуста Калибос. Смотрите, какая красотка. Такая необычная она для меня. Она совсем не взошла. Ни одна семечка. Хотя у нее вот срок до 2024 года тоже. Но не взошла ни одна семечка. Не знаю. Давайте второй шанс или нет. Если кто-то пробовал, напишите. Мне понравилась она такая капуста. Как она у вас себя показала. Мне не понравилась. Из-за того, что она не взошла. Совсем. Первый раз у меня такое же капуста не всходит. Вот мне понравилась мне вот такая вот Кальраби. Сорт называется Наталка. Вот. Не понравилась. Она какая-то невкусная. Маленькая. Не растет. Вот это вот мне понравилось больше. Вот. Гигантская я вам показывала. Это мне совсем не понравилось. Какая-то вообще никакая. И вот такая листовая зеленая. Выросла огроменная капуста. Почти с меня ростом. Но вкуса никакого. Вообще листья какие-то никакие просто. Может мне какой-то сорт какой-то такой попался. Не знаю. Никакая капуста. Не понравилась. Напишите. Кто-то сажал именно вот такую вот. Вот от этой фирмы. Как вам она? Понравилась? Не понравилась? Я хочу попробовать. Еще другую капусту листовую зеленую. В этом году уже не покупала. В следующем году попробую. И посмотрю. Может мне эта та понравится больше. Может это сорт такой какой-то невкусный. Дальше острые перчики. Вот такой вот перец. Каенский. Перец чили называется Каенский. Схожесть у него ужасная. У меня не знаю. У меня не знаю. У меня с 20 семян или с 30 может один зашел. Не знаю. Это не понравилось. Пусть простят мне производители. Но не понравился мне их ни перец. И еще из этой же серии тоже семена Украины. Не понравился мне перец острый. Называется черри красный. Я вам вставлю картинку. Такие красивые перчики. Ни один вообще не взошел. Ни в какую не хотел сходить. Не понравился мне он этим. Дальше. Вот такая вот рукола. Называется Эндау. Не понравилась мне. Она такая тоненькая, маленькая. Мне такая не нравится. Ну не знаю. Может в этом году еще раз ее посажу. Дам ей один шанс. Но мне нравятся больше широкие, большие листья. Вот этой руколы. Такой крупный. Она салат. Супер. А эта маленькая. Что-то нам не понравилось. Вот такая вот редиска ссора. Все ее очень хвалят на ютубе. Я ее купила. Она у меня совсем не хочет расти. Не нравится ей что-то у меня или как. Но и мне по вкусу она не понравилась. Какая-то маленькая, почти сухая какая-то. Не знаю. Совсем не то. Вот французский с завтраком. Хотя ухаживаю за ними одинаково. Французский завтрак мне понравился на много больше. Сочная, красивая. Такая большая редиска растет. Вкусная. Дальше. Томаты. Томатов у меня здесь много. Не понравился мне вот такой вот томат. От фирмы Велис. Санька. И другую фирму я брала. Санька. Мне не понравились. Совсем не те томаты, которые вы видите на картинке. И не те, что я видела в ютубе. Вырастают какие-то мини-черри. Вот что-то типа вот этого виноградного сорта. Но совсем не санька вырастает. И кислые, и невкусные. Совсем ужас. Я очень хотела попробовать этот сорт себе для консервации. Но у меня вырастает не он. А совсем что-то другое. Вот эти вот старые сорта. Воловье сердце. И Волгоградский 5,95. Мне они не понравились по вкусу. И по урожайности. Ну, красивые помидорки красиво растут. Но по вкусу они мне не нравятся. Я больше предпочитаю король гигантов. Он намного вкуснее. Поэтому их больше и не сажаю. Вот. Сажала еще вот таких два сорта. Вот этих фирм. Вот садыба. Вот. Сейчас вам покажу картинку. Тут у меня даже не видно ничего. Вот. Американский ребристый. Он у меня просто не всходит. Не взошла ни одна семечка. И вот такой вот красивый тигровый. От фирмы Свитязь. У меня первый раз кошек исходил. У Свитязя. Тигровый. Тоже не взошла ни одна семечка. Ни один не взошел. И вот еще один у меня томат. Который у меня вопросы. В этом году я буду его высаживать еще раз. Уже собрала свои семена. Хочу посмотреть, будут ли такие же томаты. Из своих семян. Потому что здесь не написано, что это гибрид. В чем его проблема? Он красивый. Большой томат. Вырастает. Полностью увешан помидорами. Пишет здесь, что он среднеспелый. Но я бы сказала, что он очень позднеспелый. Потому что эти помидоры. Уже у меня все помидоры поспели. Эти зеленые будут висеть. И где-то в ноябре месяце вы увидите спелые помидоры среди этих. И попробуйте их. На вкус они, конечно, интересные. Когда полностью созреют. Но они так долго спеют. Что уже нету сил ждать этого урожая. Хочется их просто взять и выбросить. Я думаю, они должны хорошо в теплице себя чувствовать. Но теплицы у меня еще нету. Но в этом году дам им еще один шанс. Еще мне не понравились. Но я вам вставлю картинки. И у меня их нету. Фасоль спаржевая лаура. Совсем не то, что на картинке. И вообще невкусная. Она только вырастает. И сразу вся в волокнах. Вы даже не успеете ее собрать. Сколько раз я не пыталась. Сразу только появились. И все равно она в волокнах невкусная. Вообще никакая. И совсем не то, что написано. И даже не та фасоль. Которая на картинке у вас будет. Фасоль барлотта мне не понравилась. Ну, она как-то, знаете, мало стручков. И по вкусу она мне тоже не очень. Хотя она такая крупная, красивая, разноцветная. Но не моя фасоль. Мне не понравилась. Не понравилась мне еще дыня титовка. Или титовка. Не знаю, напишите, как правильно. Извиняюсь, если говорю неправильно. Она мне не понравилась по вкусу. Она почти никакая. Не сладкая. Нет у нее такого прям супер дынного аромата. И всего прочего. И не сильно урожайная. Мне такие не подходят. Огурец. Китайское чудо. Китайский змей мне хорошо понравился. Очень вкусный. Большой. Красивый. Ровненький растет. А китайское чудо у меня какие-то кракули вырастают. И невкусный. И не сильно урожайный. Я его вычеркнула из своего списка любимчиков. Дальше. Еще мне не понравилась морковь. Московская зимняя. Совсем у нее какая-то ужасная всхожесть. И морковь никакая. Она почти мелкая какая-то. Невкусная. Не понравились мне еще томаты де барао. Я знаю, что они очень всем нравятся. Кроме черного. Черный мне очень нравится. Все остальные не понравились. Не по вкусу. И еще у меня есть вопросы к розмарину. Он мне, конечно, нравится. Но он в уходе такой тяжелый. Не всем он понравится. Что схожесть у него. Что приживаемость. Первый я свой загубила. Я его залюбила. Залила его водой. Выкопала его на улице. Присадила в горшочек, чтобы там зимой не замерз. И залила его немножко водой. Я вам в следующем году буду сажать розмарин. Расскажу все тонкости. Я уже на своем опыте. Как лучше выращивать розмарин. Еще. Девочки. Это сугубо мое мнение. Я никого не призываю. Не покупать семена, которые мне понравились. Либо покупать те, которые мне понравились. Это чисто мое мнение об этих сортах. Как они мне по вкусу. И мне по урожайности. И по всему остальному. Может у вас все по-другому. У вас другой регион. Им больше нравятся ваши условия. Но они мне не подошли. Мне не понравились. И еще. Напишите мне в комментариях о семенах и сортах, которые вам понравились. Либо не понравились. Мне будет интересно почитать. Хочу вам показать, как выглядит моя рассада. Вот вербена. Вот так она взошла. Видите? Совсем не густо. Питуни вообще не знаю, как вам показать. Очень маленькая. Прям мини. Вот такие вот малышки. Очень долго она развивается. Это махровая. Видите, какие малыши. Вот это у нас виола. Здесь уже получше. Схожесть. Вот это вот кассис. Та самая красивая. Это у нас рококо. О, смотрите, как зашла хорошо. И это швейцарские гиганты. Чуть-чуть, конечно, она тянется у меня. Ничего не поделаешь. Вот здесь у нас зев. Это газание. Вот видите, семенам два года. Как я и говорила, всхожесть два-три года. Это два года не только у меня. А еще у хозяйки. Не знаю, сколько они у нее лежали. Вот так взошли. Но я буду еще сажать, наверное, и в открытый грунт сразу. Как я уже делала. Она, конечно, позже затведет. Но все равно будет красивой. И вот агерату. Больше в такую тару я сажать не буду. Они начали быстро плесневеть. Что я сделала? Я бегом сняла укрытие, поставила на солнышко, ближе к окну туда. Плесень вся ушла. Я подсушила немножко грунт. И потом уже начала поливать обратно опять. И вот это у нас голубая лагуна. Так взошла. А галяв только-только начинает сходить. Вот видите, какие малыши. И это у нас турецкая гвоздика. Немножко повытягивалась тоже. Не хватает всем света. Не хватает им света всем. Но где же я им столько его возьму? Ламп пока что у меня нету. Я стараюсь их подсвечивать как могу. Все. Не хватает им света всем. Но где же я им столько его возьму? Ламп пока что у меня нету. Я стараюсь их подсвечивать как могу. Все. Всем спасибо за просмотр Кому понравилось мое видео Жмите пальчик вверх Подписывайтесь на мой канал Не забудьте нажать колокольчик Чтобы не пропустить следующие видео Всем пока